Некоторые неожиданности, потому что вообще-то вот один из моих учителей, тот, который Раби Шалом Розенберг, он не Раби, он профессор, профессор Шалом Розенберг, он старательно всегда доказывал, что идеальная политическая форма Талмуда – это такой анархизм, социал-анархизм, извините. Но я, правда, учитель, что он из Аргентины, поэтому для него анархизм – это дом родной и любимый. Сам он аргентинец, и я подозреваю, что анархизм он подцепил там. Но по этому поводу на самом деле там есть трезвая мысль, в этом слове анархизм в данном случае, которая выглядит следующим образом. Понятно, что карантин, о котором говорит Талмуд, это не карантин, который предпринимает власть. Потому что карантин, о котором мы привыкли говорить, это всевозможные действия властей по наведению порядка и загонянию людей в, как бы сказать, чтобы не общались. А здесь на самом деле совершенно другое. Здесь, как и положено в еврейской мысли, построенной на Торе, каждый должен это делать сам. Вот речь не идет про то, что предписано делать властям, а то, что каждый должен в меру своей праведности и заботе о себе сделать. По этому поводу в трактате Балкама есть чудесная вещь по поводу, как это надо вести. Ответ выглядит так, что когда, там начинается с некоторой цитаты у пророка Ишаньягу, по этому поводу, если, значит, говорится следующее, учили мудрецы, если мор пришел в город, то уйди, народ мой, в комнаты свои, в покой свои, и закрой дверь за собой. Логично. Дальше продолжается та же самая цитата. Если внутри ужас, имеется в виду ангел смерти внутри тоже, а снаружи меч, тоже ангел смерти, то что же делать? Если, значит, выглядит так, значит, вопрос, куда спрятаться от эпидемии. Дальше комментируется следующим образом. Если внутри тоже эпидемия, то может выйти и сидеть с людьми снаружи, в компании. Но там, где внутри все спокойно, сиди дома и не высовывайся. И не высовывайся. Значит, дальше добавляется еще одна вещь. Если в город пришла, значит, голод, то наоборот, покинь дом свой и вообще попробуй уйти из города. И понятно почему. Там, когда ты ушел, ты улучшаешь и положение в городе, и, значит, имеешь шанс спастись самому. Правда, оговариваются здесь, что это если дороги все еще безопасны. Если опасны, то все равно сиди в городе, и смысла нет. Дальше книга совершенно замечательная вещь, которая замечательна в комментариях. Если, значит, в городе мор, то ходи посередине дороги. Значит, поэтому надо сказать, что в середине дороги есть такой комментатор. Он не комментатор, он очень крупный раб. Значит, это семья, род целых рабов. Это семья Дюран или Дуран. Я уж не знаю, как правильно произнести. Они Алжиры. Это город Алжир, ну, в нынешнем Алжире он, конечно же. И это сын знаменитого раби Цемха, раби Сюмана Бар Цемха Дурана, раби Шаламу. Значит, он харшаш, у него есть аббревиатура собственная, значит, он большой человек. Если у человека есть собственная аббревиатура, то он говорит, посередине дороги, это значит, средний путь надо придерживаться. А именно, в меру есть, питаться питательно, в меру спать, веселиться, не грустить и сидеть на сквозняке. Почему? Потому что, сказал раба, если мор в городе, закрой окно. И говорится, что раба думает так же, как и будут врачи. Сидеть на сквозняке очень вредно. Значит, вот и вся инструкция. То есть, каждый как бы сам должен решить, суперекция ему или нет. В зависимости от обстоятельств. На самом деле, я могу сказать, сохранилось несколько замечательных вещей, типа инструкций, например, этого самого. Он тоже марокканец, только не алжирский, а марокканский. Сейчас я вспомню имя. Который обсуждает во время большой эпидемии в Марокко. Он, значит, тоже говорит, что всем сидеть по домам, в синагогах в большом количестве не собираться, но там еще сильнее. Там история накладывается на Йом-Кипур. Поэтому полдом предлагает тащить деревья. Кто в Йом-Кипур придет в синагогу, а кто должен остаться дома, кому придется остаться дома. Вот такой совершенно замечательный псар. Значит, то есть карантины, как и веры, все всегда понимали. И они разумны, но при этом, еще раз, они как бы именно являются призывом каждому, а не к властям. Вот эта вот тонкость, которую надо более-менее понимать. Впрочем, в том же отрывке есть чудесное высказывание, которое нельзя не процитировать, по поводу того, что во время Мора нельзя приходить в синагогу в одиночестве, по причине того, что там Ангел Смерти прячет свой инструмент. Значит, я, значит, прибалдевший про то, что в синагоге Ангел Смерти прячет свой инструмент, посмотрел у этого самого Монархана... Какой инструмент? Это только я не понял. О каком инструменте? Какой инструмент у Ангела Смерти? Серб? А-а-а! Молот! Я понял, да-да-да. Келин, да, в случае оружия, орудия. Рабочий инструмент, я понял. Рабочий инструмент Ангел Смерти складывает в синагогу во время Мора. Почему? Потому что он ему не нужен во время Мора. Он и так обходится, ему меч не нужен. И куда ему сложить ненужный инструмент? В синагоге оставляет. Но, ладно, давайте я просто приведу цитату, для того, чтобы кончить эту тему. Это чудеснейшая цитата, только одна из другого трактата, из прохода. Там, где говорится следующее, что Михаэль, ангел, подлетает в один взмах крыла. Гавриэль в два взмаха. Пророк Алиягу, он же у нас ангел, не забывайте маленькую подробность, в четыре взмаха. А ангел смерти в восемь взмахов. Но во время эпидемии в один. Имеется в виду следующее, что Михаэль, он ангел милосердия, поэтому он, подлетая с небес к человеку, сразу же без остановок посередине. Гавриэль, у нас ангел суда, и он делает по дороге остановку, прежде чем подойти. И дает возможность человеку еще предпринять действия, чтобы на его, значит, от обитания обрушиться. Пророк Алиягу отдельный разговор, почему он в четыре с тремя остановками приходит. А ангел смерти, он как бы делает семь остановок по дороге, прежде чем подлететь к человеку, давая возможность совершить чугу. Но во время эпидемии он остановок не делает, как сказал Раби Левев, Медраж Кагэлэ Трава, на то она и эпидемия, что Мадбир, вот здесь надо знать, Девер и Мадбир, надо помнить, что слова иврита. Да, Девер, Мор, да, Амадбир, это в современном Грите тот, кто убивает крыс, уничтожает крыс, вот называется Мадбир, Лаганбир насекомых, крыс, как называется по-русски, выводят. Это терминатор. Нет, нет, какое другое. Тот, кто вызывает... Я не знаю, как по-русски сказать. Забыл слово, есть слово специальное, но он не уничтожитель крыс, а выводитель крыс. Крысолов. Нет, он не Крысолов, там другое слово есть. При нас в России такого не было. Был, конечно. Отца на педагогенстанции приходили. Что-то. Ты просто не жил в старых домах, в старой постройке. А я жил, поэтому к нам приходили раз, там, в несколько лет. Послушай, в Питере не было крыс, ладно, это офф-топик. Чего не было в Питере? Шарик, шарик. Я в этом встречался. Вот. Что же это были за животные? В Питерской синагоге крыс не было, стопроцентно. А, в синагоге? Ты знаешь, даже в Мариной Рощи не было в деревянной синагоге. Вот. А я и психоангел смерти порушил, скорее всего. А, понятно. Так вот, Девер на то и Девер, чтобы лагетбир, чтобы уничтожать хороших вместе с плохими. На самом деле, это общее некоторое правило, что во время эпидемии, в тот момент, когда дано право ангелу смерти, он не различает, кого убивать. Вот это некоторый принципиальный момент, который надо просто представлять, вот такая еврейская позиция, что как бы во время эпидемии право у ангела смерти, оно, но на еврейке есть хорошее слово, гуреф, сгребает все подряд, без разбора. То есть, там уже не разбирают, кто здесь кто. Вот это некоторая вещь, которая регулярно киршут на Туна, ему право дано. Вот. Поэтому такие вот несколько более мрачные высказывания по этому поводу всему. Значит, это так вот. Между делом про эпидемию. Окей. Давайте то, к чему. Если никто не хочет продолжать тему, тогда я вернусь к тому, ради чего, собственно, мы и собрались. Значит, тема, она связана с, объявленная тема, она связана с довольно любопытнейшим моментом в еврейской мысли. Она действительно очень, на мой вкус, важная. И, собственно, она говорит следующую тему. Она говорит, насколько нужен храм. Давайте более точно сформулируем. Есть классический спор между еврейских мыслителей, который выглядит следующим образом. У каббалистов, у всех, кто склонен к еврейской мистике, у каббалистов, имеется в виду настоящих, и те, кто просто склонен к такого сорта мышления, они всегда исходят из того, что храм – это некоторая высшая реальность, высшая необходимость, что храм и храмовая служба были даны, потому что служба в храме совершенно необходима для связи земли с небесами. Или небес с землей – вот это хороший такой вопрос, в какую сторону связь будет. Как известно, храм – это место, где место поцелуя неба и земли, как вот Митраж говорит. И вот все такого сорта люди, например, Рамбан, Раф Гирш, хотя он мистика и редко говорит, но он явно мистического склонности человек. Мальбим из поздних, из ранних – это Сфорна, нет, это не Сфорна, из ранних – это Рамбан и Бальгатурин. Они считают, что вот храм как бы был замыслен, замыслен, еще с шести дней творить. Бокус в том, что такого Митража про то, что храм был диротизатор, вот тут слово, слушайте, где-то был этот самый, а вот так думаю, нет, неправильно. – Чат у тебя внизу? – Подключите этот самый, как он называется? – Чат. – Чат, да, я его не вижу. – Чат в нету, посмотрю, у тебя пузырь написано. – Подключил, все подключил. – Да, диротизатор, правильно. Но там слово «убивать» нет, в слове диротизатора. – Избавление от мышей, рать крыса, да, заведомо условие диротизатора. Вот, значит, это одна позиция. То есть храм – это, собственно, в некотором смысле причина для того, чтобы был создан еврейский народ, это для того, чтобы был создан храм. Вот где-то вот такая. По этому поводу отсутствие храма является, нет, огромное количество медрашей, глобальной катастрофой, а не только катастрофой еврейского народа. Потому что вот эта связь неба-землей утеряна. Второй подход, он характерен для рамбома, но, как это ни странно, к нему присоединяется раша. Вообще надо сказать, что раша, объединенный с рамбом – это некоторая редкость взглядов на мир, просто потому, что они мыслят совершенно по-разному. И достаточно заметить одну вот вещь, чтобы было понятно, именно когда мы говорим о храме и о взаимодействии людей с небесами, что рамбом считают, что человек должен духовно расти и подняться, возвыситься до небес, чтобы там, например, получить пророчество. Раша считает ровно в обратном направлении, а именно, что человек должен сделать себя хорошим и уютным настолько, чтобы Всевышний спустился к нему. То есть, вот цель с тем, что Бог захотел на тебя опуститься. Вот это направление раши, что человек живет на земле, а Бог к нему спускается. Отличная от рамбома, что человек духовно поднимается. Вот эти два разных подхода, они, на мой вкус, очень ярко показывают, насколько эти два человека по-разному мысли. Но, тем не менее, в данном вопросе их мнение совпадает, ну, условно совпадает, оно совпадает в результате, а именно, что храм, вот согласно мнению Раши, храм был дан, потому что евреи сделали тельца, золотого тельца, золотого теленка, да, тельца, эголита телена, ну, бык точно так же, впрочем, молодой бык, сделали золотого бычка, и чем продемонстрировали, что они не могут без поклонения чему-то, и еврейскому народу нужен вот место, где они смогут вести службу, и поэтому, уступив слабости народа, Всевышний постановил, что ему нужен храм. Мир, мир. Да. Я очень извиняюсь. Вы просто недавно спорили там с кем-то на эту тему, и, то есть, я как бы прочла, что идея храма была заложена изначально, а идея мешкана как раз возникла после золотого тельца, и ее исходно не было, а когда они, как бы, когда произошел древний золотого тельца... Это попытка как бы соединить два мнения, но я сейчас продемонстрирую, что это не совсем точный подход, просто я возьму третьего комментария, комментатора, который лежит между ними, и который свою позицию очень ясно изложил. Дело в том, что и Раши, и Рамбом, в том числе, оба не говорят об одной важной вещи. Вот при цель, что не было бы золотого тельца, да, то тогда возникает вопрос, как должен выглядеть идеал. Вот давайте договоримся до следующего. Если мы принимаем позицию Рамбома, а именно, что храм – это уступка слабости людей, то вопрос, каким образом люди должны служить Всевышнему. Рамбом понятно, какой ответ бы дал. Как раз ответ, который дал бы Рамбом, не очевиден довольно-таки. Каждый человек в своем сердце строил бы храм, служил бы интеллектуальным постижением Всевышнего, поднимался бы по цепочке миров и доходил бы до действующего разума, это называется терминология, до небесных каких-то чертовок. По Рамбому более-менее понятно, как должен выделить идеал. То есть храм для этого идеала не нужен, но по этому поводу тут надо заметить, что Рамбом же считает идеалом философа, мыслителя, а все остальное – постольку поскольку. Насколько этот подход хорош, потому что я, ну, например, с такими большими людьми, как Рамбом, как бы спорить не стоит, но вот автор Хавод Халвавод, Бах-Яйбен Пакуда такой, он мыслит, у него как раз очень много посвящено именно взаимоотношению избранных интеллектуальных людей и простого народа, и общины. У него полкнижки посвящено именно этой теме. И он говорит, что так не бывает, что религию строить на избранных людях, вот на том, что Рамбом говорит, про философов, про интеллектуалов. Бах-Яйбен Пакуда говорит, что так не бывает, что это бессмыслица, и что как бы религия существует в двух плоскостях, в народной ипостаси и в высокой. И одно без другого невозможно в принципе. Он очень аккуратно показывает взаимосвязь вот этой вот религии как институции. Если вы позволите, вы мои слова начали говорить. Религии как институции, как институту такого общинного управления и религии как душевной организации. И он очень аккуратно показывает, как раз эта книга «Голововод хороша», очень аккуратно показывает, что одно без другого просто невозможно. Другой разговор при этом, что Бах-Яйбен Пакуда понимает, что бывает, что люди достигают такого уровня высокого уже личного отношения с Всевышним, что они не могут больше находиться в общине. И что они как бы, ну, не в состоянии быть с простым народом, но именно в этом случае, он говорит, именно для этого и появляются отшельники. Отшельничество – это не путь к Богу, а это бегство очень высоких людей от общины. Но хочу еще обратить внимание, что он старательно предупреждает, что, в общем, должно сильно припечь человека, чтобы он прибегнул к таким мерам, потому что вообще лучше бы обойтись без этой крайности. И что если вам тяжело общаться с простыми людьми, то есть вообще-то еще, ну, то, что в Советском Союзе называлось внутренней миграцией. Внутренняя миграция – это такой термин был в Советском Союзе, когда человек не находил нужным спорить с властями, не находил нужным эмигрировать, а жил своей духовной жизнью внутри страны, делая вид, что он вполне нормальный советский человек, но при этом жил уже как бы, ну, вот, вне советского народа. Внутри, но вне него. Вот это был специальный термин – внутренняя миграция. Вещь мыслимая только в Советском Союзе при этом, ну, и в подобных странах, естественно. Но дело в том, что вот, но как Раша представляет себе идеал, он не так мыслит все-таки, как Раумов, это некоторая загадка. И по этому поводу я обнаружил, что есть еще один человек, который думает так же, как Раумов, не так же, по-другому чуть-чуть, а именно Раби Авадия Сформа. Раби Авадия Сформа – человек достаточно крупный, это крупный комментатор, он итальянец, ну, еврейская община Италии, настолько, что вот ему принято более-менее полное, значит, ну, все знают, что есть такая вещь, которая называется «Микроуд Гдалот». Вот издание Хумаша под названием «Микроуд Гдалот». «Микроуд Гдалот» – это традиция некоторая, которая ведется, по-моему, еще с Бомберга, одно из первых изданий. Это издание Хумаша, в которое помещен, значит, Таргун, Раши и Бен-Эзра, значит, вот эти трое обязательно, и Рамбан, как правило. Вот появление этих четырех под одной обложкой дает право называться «Микроуд Гдалот». Вот кто туда еще дополняется, кем, это всегда вопрос. Так вот, большинство изданий «Микроуд Гдалот» Сформа помещают, хотя читает его мало народу. Вот это удивительно. То есть, он действительно очень серьезный человек, но, значит, обычно помещают Сформа и Орхахаем еще, вот стандартное дополнение к «Микроуд Гдалот». Сформа при этом почему-то мало читают, хотя зря, он очень часто красив и хорош. И стиль комментирования у него такой промежуточный между Ибн-Эзрой и Раши. Если Раши всегда ссылается на какой-нибудь Медраж или Талмун, когда комментирует, то есть он как бы цитатами показывает связь пятикнижия с Устной Торой, если Ибн-Эзра обычно исходит из своих знаний грамматики и философии, то есть это такой комментарий ученого, а не Равина, то Сформа придерживается промежуточного такого направления, он между ними как бы находится. И в этом вопросе вот про храм и золотого теленка как раз его позиция, она, мне кажется, самая любопытная. И вот почему. Он в одном пункте, в одном, отличается от Раши. А именно он отличается в вопросе, когда было дано повеление строить мешкан. Если Раша считает, что повеление строить мешкан было дано в Йом-Кипур, то есть в конце 120 дней, значит, я напоминаю, 40 дней до получения первых скрижалей, потом разбитые первые скрижали и 40 дней примирения, а потом еще 40 дней Моше тесал, выбивал вторые скрижали. Получается, что с последними скрижалями повелениями построить мешкан, Моше спустился в Йом-Кипур. А как это выходит? Так, Сфорный считает, что как раз в тот момент, когда Моше и народ примирились с Богом, то есть 1-го Элума 29-го кава, Моше поднялся на гору Синай для того, чтобы сделать вторые скрижали, а народ в этот день получил повеление начать строить, готовить все для мешкана. То есть у нас действительно по Сфорну картинка, в самом деле, почему вот мне нравится Сфорна? Потому что по Сфорну у нас действительно красивейшая картина получается. Моше занимается тем, что пребывает на горе Синай и 40 дней готовит вторые скрижали для того, чтобы закон Всевышнего спустить на землю и дать народу, а народ в это время готовит пристанище для этих скрижалей и пристанище для этого закона и делает мешкан. По этому поводу вот эта симметричность вот этой картины, подготовка в горных на горе и подготовка в дольных на земле, она действительно эстетична. Давайте я вот такое слово употреблю, что когда мы говорим про итальянского комментатора, наверное, правильное слово, да, чтобы было красиво, ну, красиво, вот, слово красиво будет важно для них. Это вот предисловие. Если отойти от предисловия, то здесь я хочу обратить внимание на одну деталь в истории с тельцом, чтобы было понятно, что происходит. Обычно в европейской традиции непонятно, почему золотой телец в европейской традиции, когда говорят поклоняется золотому тельцу, имеется в виду поклоняется золоту, драгоценностями, мамоне, да, вот, обратно, мамоне, да, нельзя слушать Богу и мамоне, как мы помним. Мамон, это слово еврейское, мамон, это просто имущество в самом широком смысле, значит, и по этому поводу поклонение золотому тельцу почему-то в, как, этот самый оборот проповеднический, это служение золоту, поклонение богатству. Но я хочу заметить, что вообще само чтение, если вот внимательно читать, вот куча такого рода пассажей надо читать целиком, то ведь ровно наоборот в рассказе о золотом тельце народ вытащил золотые сервии из ушей или из носов, снял с себя украшения, чтобы пожертвовать на предмет, которому собирается поклоняться. То есть золотой телец как раз доказывает, что народ готов жертвовать имущество для того, чтобы объект поклонения не был красив. Вот, собственно говоря, дальше мы увидим это в комментарии с Форна, что пожелание народа, стихийно выраженное в истории золотым тельцом, это сделайте нам красиво. Народ хочет оформлять служение Бога именно красивым образом. Вот он делает тельца золотого, его делает Арон, и дальше народ устраивает нечто вроде оргии, потому что цехок, который там сказано слово, оно в данном случае означает оргию. Устраивает нечто такое вакхическое, вакхического типа, я имею в виду, службу, то есть народ веселится, пляшет, но устраивает празднество вокруг золотого тельца, вокруг изображения золотого тельца. И здесь есть один вопрос, который действительно надо просто понимать. Почему телец? Это действительно вопрос, который требуется внимательно просто думать, почему именно телец? в конце концов, то, что телец это в такого рода вещах важен, я напоминаю о храме в Бейт-Эле, а именно когда было разделение царств на южное и северное, иудею и Израиль, то храмы, два храма в северном царстве, одно в Дании, а одно в Бейт-Эле, так храм в Бейт-Эле, там стоял телец, там стоял бык. И при этом, когда вы читаете пророков по поводу этих быков, которые стояли в Бейт-Эле, то они никогда, вот этот важный момент, не говорят про то, что эти быки были предметом идолопоклонства. Народ в храме в Бейт-Эле не поклонялся быкам или божеству в виде быка. Народ в храм в Бейт-Эле ходил, чтобы поклоняться Богу Израилю. И вот здесь нам на помощь приходит некоторый не медраж, а комментарий к медражу. Бецалель, а Бецалель бен хур, когда делает оборудование для мешкана, затрудняется в изготовлении миноры. И медраж говорит, козот, ему показывают огненную минору, да, из огня небесную минору, семисвестник со всеми деталями, чтобы он увидел, как это надо сделать. Иначе у него не получается, он просто не знает из словесного описания, которое есть в истории, он не понимает зрительно, что должно получиться. При этом для того, чтобы изготовить куда более сложную вещь, а именно херувимов, да, которые над ковчегом с двумя крылами, которые описаны хуже, минора и менее подробно, чем минора, кроме крыльев, которые и то непонятно, как они направлены, эти крылья, то есть каким образом они сенью должны покрыть, но вы же сами понимаете, что можно так покрыть сенью, можно так, но есть варианты. Тем не менее, БЦЛ не затрудняется в изготовлении херувимов, а затрудняется в изготовлении миноры. Почему ответ, который дают многие комментаторы, очевиден по самой простой причине. Херувимов он видел. Во время Синайского откровения он видел херувимов. По этому поводу, что ему надо изготовить, он прекрасно знает, он прекрасно понимает, что нужно. Вот если минору ему надо показать, то херувимов ему показывать не надо, я это и так видел, я знаю, что это такое. Тогда я напоминаю еще одну вещь, что в ведении Ехэскеля кроме херувимов в колеснице Всевышнего есть еще бык, да, и вот бык в колеснице Всевышнего неплохо тоже подходит в качестве, вот если херувимы это подножие для скрижалей в храме, то там с таким же успехом может стоять по идее, вот если бы не было прямого текста Торы, я бы сказал, что там по идее может стоять и бык, пара быков, или один бык, или пара быков, не важно, крылатый, например, бык может быть, но это мои фантазии, что может там стоять, что нет, но если я сам начинаю придумывать, что сделать в качестве подножия к леснице Всевышнего, без того, что сказано в Торе, а просто вот на основании имеющейся у меня информации о высших мирах, то бык великолепно подойдет для этой цели. И, собственно говоря, бык, который делает Аарон, это вот этот бык. Вот это довольно важный момент. Строго говоря, в истории с быком народ, ну, тот, который поумнее, я думаю, что простой народ, он всегда все понимает неправильно, а народ, который поумнее, да, впрочем, все они поумнее, они все это видели, они этого быка восприняли как нечто естественное и устроили вокруг него праздник, думая, что честь Всевышнего, но этим они показали очень важную вещь. Вот теперь, где было неправильно, они требуют сделать быка. Если они говорят, давайте устроим праздник Всевышнего по типу того, как устраиваем мы, да, то понятно, но зачем им бык? С чего они вдруг решили сделать, оформить вот этот праздник обязательно с быком? Вот это проблема. И вот это некоторая очень важная демонстрация, что народ хочет, чтобы ему сделали красиво. И вот теперь, для того, чтобы окончательно убедить в том, что речь идет именно про красиво, я хочу напомнить, что народ точно с таким же удовольствием, как таскал, кидал свои золотые украшения на быка, точно с тем же энтузиазмом, с большим даже энтузиазмом на самом деле, тащил ценности для строительства мешкана. То есть, как бы народ хочет это, он готов это оплатить, причем довольно приличное имущество. И это не пол шекеля серебром, хотя это очень приличная сумма пол шекеля серебром, потому что в период не совсем денежных отношений пол шекеля это много, но народ готов оплатить это удовольствие, это за красоту готов заплатить, и, собственно говоря, вот здесь исследуют разрешение повеления построить мешка. И с форно приходит к некоторому важнейшему объяснению. В комментарии к тому же стыку, где Раша объясняет, почему надо читать рассказ о значит, у нас же как раз к истории идет, у нас идет гора Синай, потом идут рассказы о строительстве Мишкана и повеления частные, которые перебиваются время от времени на законы субботы, на это самое, и поднимается на гору. Потом идет рассказ о Золотом Тельце, а потом опять рассказ о Мишкане. И Раша как раз в том стихе 31-18 объясняет, что высказывает вот эту мысль очень важную, что Тара изложена не в хронологическом порядке. Эта мысль, она на самом деле не из Раши, естественно, я уже сказал, что он всегда монтирует свой комментарий из цитат за речащими исключениями. Он приводит из Медраша, что Тара составлены не в хронологической последовательности, а в последовательности идеологической, то есть связь внутренняя между рассказами, а не в точном соответствии с хронологией. Именно в этом месте Раша говорит, что законы о смешкания на практике были даны после истории с Тельцом, а именно в Ёмки-Пу, а до этого их не было. А то, что Тара их скомпоновало в таком порядке, так это там есть всякие внутренние связи, совершенно необходимые для рассказа. Вот Рогны в этом месте с Форна начинает говорить следующее. Здесь объяснена причина, почему не был достигнут хатахлид шият хаэль ягварах баматан Тора. Здесь объясняется, почему не был достигнут цель, предназначенная Богом благословенному во время дарования Тары. Когда сказано было перед дарованием Тары вы будете мне царством священником, народом избранным. И когда сказано мизбэх адамата асэ либ значит что видит Сфорна? Сфорна видит следующее. В рассказе о Синайском откровении перед Синайским откровением сказано значит вы будете соблюдать союз со мной и будете мне драгоценностью из всех народов ибо мне принадлежит вся земля. Вы будете мне царством священником и народом избранным. Вот это что замечает Сфорна? Это важнейший момент. в рассказе в рассказе перед дарованием Торы сказано что весь народ будет царством священником. Маблехет Куанин А когда появился Мишкан то Шевет Леви был избран для службы в Мишкане а из Шевет Леви из колена Леви был выбран Арониды Арон и его потомство для Куанин то есть получается что не весь народ Ам Куанин а у нас есть род Куанин более того еще одно замечание которое он видит а именно после дарования Торы сказано следующее Жертвенник из земли сделай мне не делайте извините не делайте идти при мне божеств серебряных и божеств золотых не делайте жертвенник земляной сделайте мне и приносите на нем ваши жертвы всевозможные и во всяком месте где будет прославлено имя мое или упомянуто имя мое я не берусь решать как правильно я приду к тебе и благословлю тебя если жертвенник каменный сделать вне не стройте его из тесаных камней не нужно поднимать на него мех и делать его гладки вот что понимает здесь сфорно вот это действительно принципиальный момент привычное понимание этого отрывка для нас привычное но не для сфорно выглядит так после дарования Торы на горе Синай надо обратить внимание на обещание может быть я сейчас сложно заговорю но чего нет в десяти заповедях в десяти речениях в десяти речениях нет самой важной вещи не самой важной а вот чего в них нет в них нету службы к ним нету обуда в нем нет жертвоприношения в нем нет ни слова о храме после него есть вот теперь сфорно понимает следующее обычно принято говорят не делайте при мне богов серебряных и богов золотых классический витраж запрещает такие народные верования где я спокойно соединяю поклонение всевышнего поклонение всевозможным другим богам то есть я вообще-то конечно верю всевышнего но заодно еще Зевсу приношу свинку что там положено Зевсу свинью обычно приносят Зевсу приношу свинку кровавую жертву Меркурию Гермесу мы про грехов говорим да такую-то жертву египетскому топу то есть как бы мудрецы говорят что запрещено запрещен синкретизм это в науке называется это слово когда я зато вслужить любому богу другому кроме не только своему но и любому другу это специальное слово вот да обычно понимается именно так это не драшно понимает например Сфорно понимает совершенно по-другому Сфорно понимает что именно здесь изложена служба вот эта высокая служба царство священников народ избранный святой отделенный а именно для того чтобы служить Всевышнему не нужно золотых и серебряных извояй обратите внимание сделайте вместо этого земляной жертвы и там принести жертвы причем где угодно сделайте там приносите жертвы и все где будет упомянуто или прославлено имя я приду и благословлю тебя далее говорится если ты собираешься делать каменный жертвенник то не делай его из тесаных камней спорно говорит почему не нужно делать из тесаных камней потому что должен быть наиболее простым образом ты не должен делать красиво ты не обязан вкладывать в это деньги ты не обязан тратиться на жертвенник сделай самый простой наводи грун камней единственная оговорка что когда ты делаешь жертвенник то будешь входить не делай ступеньки чтобы не показалось там чтобы не показался твой срам ногота слово рва тут довольно важный момент ногота которая русским переводчикам некоторая проблема значит ром это голый да и есть очень важная работа которая демонстрирует что слово ром по всему танаху всегда означает просто без одежды больше ничего он не имеет сексуальной коннотации это очень важно потому что в рассказе о райском саде адам и ева были эромим голые то там никакой сексуальной подоплеки искать не надо в этом стихе а вот слово рва которое переведено здесь ногота это всегда сексуальная подоплека то есть это можете посмотреть проклятие за половые преступления там всегда слово рва будет по этому поводу не показывая рва при подходе к жертвеннику это как раз запрет на ордень вокруг жертвенника то есть прилично должно быть при этом то что пытается сказать спорно и он это повторит многократно обратите внимание я не пытаюсь выводить из спорно прокомментировать спорно я его читаю и он прямым образом это говорит идеал по представлению спорно идеал Торы это вот этот и он говорит почему не удалось достичь высшего дозначения а именно Низбеха Дамата Асули сделать земляной жертвой настолько что пришлось делать мешка сообщить что случилось это по дурному поведению Израиля давайте я сочетаю просто теперь спорно вот как он есть отрывку про Низбеха Дамат Низбеха Дамата Асули сделать земляной жертвенник Гам и мелотит старых лаособ и халот Гам и мелотит старых также тебе не придется делать храмы золотые серебряные и драгоценных камней чтобы я приблизился к тебе достаточно Низбеха Дамат то есть земляного жертвника тебе не нужно притягивать мое хжгота заботу о тебе посредством золота и серебра и подобного я сам приду к тебе не делай из тесанных камней мы сказали что если жертва не каменная то не надо делать из тесанных камней лаяфатан чтобы сделать их красивыми далее в другом месте тот же спор за наши грехи и грехи наших предков была отобрана служба первенцев которой им должна была причитаться трума и масса а передана колену леви то есть вот теперь поспорно 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 мы понимаем вот эту важнейшую вещь которая произошла подкатая связь между Хедга Эгель и Мишка а связь по спорно безумно простая народ в истории с Эгелем сказал сделайте мне красиво народ хочет красивую службу он хочет храм он хочет золото он хочет серебро в храме он хочет чтобы храм был красив а идеал с точки зрения спорно это военно-полевая служба быстро в любом месте насыпаем жертвы прямо из земли или собираем камни и наваливаем груды приносим жертвы и там причем кто первенцы в идеале первенцы то есть есть народ но жертвенника служат первенцы в идеале да как бы в каждой семье найдется первенец вот он и служит вот это военно-полевая скиль спорно описывает как идеал который был у горы Синай что изменилось появление эгеля и уступка народу выглядит что должно быть красиво должен быть храм должен быть золото злощенный как минимум позолоченный жертвенник воскурений серебряные подножья и позлощенные столбы золотая минора кстати обратите внимание что по галахем минора может быть военно-полевой абсолютно ее можно изготовить из чего угодно как угодно лишь бы была подставка для семи светильников это только золотая так сложно устроенная именно минора вот это идеал вот это спорно считает идеал но народ вот этот идеал не способен себя внести мне и народ хочет по этому поводу когда мы говорим храм свыше было ли с самого начала свыше храм вот это действительно хороший вопрос то что жертвоприношение служба жертвоприношения была с самого начала задумана это очевидно и это ясно из рассказов в конце Синаевского откровения без до хэггаэль по этому поводу утверждения что жертвы даны как уступка желанию народа приносить жертвы я не вижу причин для такого подхода потому что это мы видим сразу в рассказе сразу после Синаевского откровения но вот храм именно вот так оформлен как он оформлен это уступка давайте скажем так сформа кажется пытается сказать следующее что храм в этом красивом виде который мы видим это и есть уступка народному желанию и именно история с золотым тельцом и была причиной такой уступки мне кажется что Раши согласился с таким подходом рамбом нет рамбом вряд ли бы принял но тем не менее мне вот это мнение показалось ну как минимум интересно и стоит того чтобы его рассказать если есть вопросы я готов ответить на этом я собираюсь кончить вот дозволенная речь но просто потому что мне показалось что все это интересно это очень очень интересно и очень здорово и спасибо громадным понимаете что мне показалось как бы отличает ваше рассуждение от того что как бы я раньше слышал что все таки все таки там было много чего дополнительного при 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 золотом теленке там не знаю убийство хуры например из медраша как мы знаем да 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 значит это что такое это какая-то 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 другая плоскость дело не только в красоте что-то еще было есть еще есть одна очень важная вещь но она не связана с храмом это связано с пророчеством это отдельная тема о том как устроено пророчество это длинная тема просто о том как устроено пророчество и откуда оно берется и ну я вот сейчас не хочу лезть потому что нас это уведет довольно далеко но обратите внимание на следующее в истории с пророчествами вы регулярно видите термин нитнабе вот обратите сейчас я сейчас я перезвью какой термин слиха нитнабе глагол нитнабе да глагол пророчества вообще-то это не фальк глагол нави вот слово нави пророк там вообще-то не фальк страдательный залог да а хитнабе это возвратный залог вот грамматический грамматика я просто люблю грамматику и на ней довольно много строят ну это почему и Бенезер так часто поминаю дело вот в чем как бы я понимаю почему не фальк потому что как бы человек становится пророком потому что на него сверху спустилось пророчество он стал сосудом для пророчества инструментом пророчества он не сам по себе стал теперь вопрос ключевой и это вопрос ключевой для Рамбова например вот если человек я открою Рамбова и начну читать что Рамбов говорит про пророчество а это вот стоит очень внимательно изучать потому что Рамбов очень сложным образом рассказывает в нескольких главах распыляет тему по нескольким главам, причем так, неподряд идущим, то вопрос, может ли человек заставить Бога сделать себя сосудом для пророчек, то есть могу ли я стать пророком, вот я профессионально с детства готовлюсь быть пророком, вот кто-то собирается быть строителем, кто-то собирается быть кем-то, левит собирается служить при храме, кто-то собирается совершать жертвоприношение, а вот такой-то собирается стать пророком, я собираюсь работать пророком, между прочим, пророки хорошо зарабатывают, потому что вы помните историю с Шаулем, где ему, когда слуга говорит, тут пророк есть, ну, пойдем к нему, поможет ослик нам найти, на что Шаулем замечает, где-то столько пророку без денег ходить, он говорит, ну, а у меня тут найдется какая-то монет, серебрушка, поэтому будет чем заплатить, то есть быть пророком – дело доходное, так вот могу ли я с детства, значит, готовиться к этому ремеслу замечательному, тем более доходному, и это вопрос, может ли человек, по этому поводу я хочу заметить следующее, что традиционно были несколько методов, они называются ватхические культы Дианисов, два метода в Греции, по-гречески назвали, как стать пророком. – Значит, ну, я хочу напомнить вам, что Пифия в храме Аполлона дышала над листьями лавра, а потом выдавала из себя нечто. Для тех, кто не знает, листья лавра вообще-то наркотик, ну, кроме того, что это было удушение по причине нехватки кислорода, естественно, поэтому мало ли что в эту голову придет. Ну, а вообще лавровый лист обладает вполне себе наркотическим действием, именно дым. Обладает себя вполне наркотическим действием, мало кто, почему-то куча народу, даже те, кто курили, пытаются списать на глупость, на самом деле обладают. И вот обдолбанная Пифия, в данном случае она действительно просто обдолбанная, выдает пророчества, да, и дальше при ней сидит священник, жрец храма Аполлона, который толкует это вот, эти пророчества совершенно замечательные. Второй вариант. Люди, значит, напились, они не обдолбаны, они все на все напились, неплохо, ватхическое такое мероприятие. После этого они танцевали под весьма ритмическую музыку на 50 герц, скажем так. И, в общем, изрядно обалдевшие от всего этого, начинают пророчествовать. Вопрос, было ли такое в Израиле? А вот теперь, вот когда говорится мит на Б, говорится о сумасшествии, которое связано с пророчеством. Пророчествуется. Вот давайте вот такой вот термин употребить. Так вот, в истории с тельцом заведомо было вот это. Было, как я понимаю, ватхический вариант действия, но вы ученики, что в церкви на море, оно культурно связано было с древнейших времен. Я в качестве доказательства всегда привожу, что там носил Йосеф, за что ему братья завидовали, что ему папа подарил. Как называется этот предмет? Наеврите. Ктонет. Переведите на русский. Ктонет. Ктонет, на русском. Ктонет полосатая, как у зэка. Слово «ктонет» переведите. Хлопка может быть. Холщовая. Холщовая рубаха какая-то. Ктонет, греческое слово. Ватсурможев. Ктонет. То есть связи Греции с нашим регионом, они вот они. Так это они у нас взяли. Да. Мы были раньше. Так определяется. Слово «яйн» заведомо завинствованное, потому что у него нет ивритского корня. Это вайн. Индоевропейское. Господи. Но очевидно же. Корень должен быть. Он не смотряец. А? Так вот, связи были. Поэтому вот эти вот археистические культы, попытка привести себя в состояние пророчествования. Вот только вот. Нет. Я. На самом деле идея выглядит в следующем разе. Я вылью из себя мозги, разум, оставлю пустую голову и в нее что-то обязательно опустится. Правда ведь? Ну, как сказали наши мудрецы, воды нет в ней, но скорпионы есть. Да? Ну, а змеи скорпионы есть. Если голова пустая, то вы что думаете, она долго будет пустой, туда что-то залезет обязательно. Ну, не может голова быть пустой. Если она совсем пустая, человек умрет, значит, туда что-то залезет. Вот. По этому поводу человек начинает пророчество в хотя, да, себя. Эффект странный. Вот когда говорят, да, теперь есть обратная вещь, которая тоже важна. Пророк – это вот эта путаница, которую обращает, хавод голубавод регулярно обращает внимание на путаницу причины и следствия. Вот пророк, когда получает пророчество, у него вышибает мозги. Его вышибает не возле, его вышибает личность. Чего вышибает? Личность. Он как бы, через него говорит Бог. Если там есть личность, то куда Бог влезет? Из него, и по этому поводу пророк некоторое время после пророчества вообще в довольно тяжелом состоянии. И, между прочим, как раз техника, музыкальная техника, почему Давид играет для Шауля, почему в Нейхен и Вим, то есть ученики пророков регулярно ходят с музыкальными инструментами. Музыка как раз у приведения человека из этого состояния, выведения вот из этого состояния в нормальное человеческое. Музыка в обратную сторону работает должна. Так вот то, что было там с возможностью убийства, там была какая-то оргия, довольно в тяжелой форме вокруг золотого тельца. Но это не имеет отношения к мешкану. Это совершенно к другому имеет отношения. То есть там были свои безобразия. Потому что там, где начинается народное творчество, ждите народных безобразий. Я с трудом себе представляю народное творчество без народных безобразий. Все-таки давайте договоримся. Народ, когда собирается сделать постановку на сцене, ставит что-нибудь площадное, а не трагедия Шекспира. А обычно переходит куда-нибудь в район Петрушки. Кто-то кого-то долго бьет дубинкой по голове. Туда куда-то уходит. И ничего смешнее, чем голая задница, в общем, народ не представляет. Это народ. Не потому что я плохо к нему отношусь, а потому что он такой. Это неплохо. Я как раз очень неплохо отношусь к площадным всевозможным делам. Но это естественно. И это отдельная тема, почему там было дополнительное безобразие. Потому что из-за одного тельца, поверьте мне, левитам не пришлось бы взять меч, чтобы не пройти вот так сквозь стан, разбираясь, кто здесь бараны. Да? Отделяя барана от козлица-товец. Вот. Им бы не пришлось разбираться, кому тут надо прибить на месте. Кто здесь все это затеет. То есть там было, безусловно, дополнительные вещи. Но к мальчкану вот эти дополнительные безобразия не имеют отношения. Это другая история чуть-чуть. То есть там одно накладывается на другое. Ну вот так, да. Да. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я для размышления. Ну хорошо. Тогда мы на этом нашу первую лекцию закончим. Правильно? Этого курса. Ну что? Будем говорить подробно про его устройство? Или народ хочет что-то другое? Спасибо. Спасибо.